МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. В Чебоксарах сегодня открылась традиционная выставка «Картофель-2015». Каждый год ее ждут селекционеры, руководители хозяйств, селяне и горожане. На стендах новые семена, технологии для возделывания и хранения овощей. На какие сорта аграрии делают ставку и какие возможности открываются перед ними? Узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Розана, Сильвана, Янка, Десница, Солнышко и даже Фиорета. Картофель на этой выставке будто на дефиле. Селекционные новинки, главные модели. Каждый год ученые выводят новые сорта. К примеру, вот такие клубни с красной мякотью подходят только для салатов. А фиолетовый картофель в прошлом году даже включили в государственный реестр. Данный сорт богат витаминами и полезен детям. Отечественные селекционеры сейчас делают ставку не на количество, а на качество семян. У нас есть линейка очень новых, перспективных, хороших сортов, которые представлены во всех группах спелости. Так скажем, есть у нас и ранние сорта, есть и среднеспелые. Сорта очень урожайные, нематодустойчивые и ничем не уступают, в принципе, зарубежным сортам. Нужна просто хорошая реклама и, соответственно, заинтересованность производителей в этом картофеле. В последние годы семена, выведенные российскими учеными, пользуются спросом. На эту выставку привезли уже испытанные на полях республики сорта. Руководители сельхозорганизаций рассчитывают на них и в этом году. Для них форум – хорошая возможность подписать выгодные контракты. Очень много сортов и очень много продолжений. Мы сейчас увеличиваем площади под картофелем, мы ищем посадочков семян, нового семена. И, конечно же, мы сейчас ищем подрядчика для строительства ангара для хранения картофеля. В этом году для производителей овощей установились оптимальные цены. Выращивать картофель становится выгодно. Но глава республики призвал задуматься и о другом. После введенного эмбарго на иностранные продукты на потребительском рынке появились свободные ниши. Этим необходимо пользоваться, а в перспективе возможно увеличить фразы поставки за рубеж. На первый план сейчас выходит и строительство хранилищ. Мы поэтапно двигаемся. В прошлом году построили 25 тысяч тонн новых современных хранилищ. Это на первом этапе. В этом году будут строить. Мы выделяем на это средства. Кто сегодня может, тот и делает. Кто желает, пожалуйста, они занимаются. У них есть результаты соответствующие. Мы создаем для них благоприятную среду. На выставке по традиции презентуют не только картофель, но и современную технику. Мини-тракторы, сейлки, оросительные системы. А мимо этих столов было просто невозможно пройти. На них свои шедевры презентовали кулинары. Они уверяют, из картофеля можно приготовить более 500 блюд. Здесь мы представили те блюда, которые может любая хозяйка сделать. И не обязательно это должно быть мясо или рыба. Это овощи с начиночками из овощей. Сколько видов всего сегодня представлено? Ну, порядка 70. Рядовые горожане ждут эту выставку не меньше, чем селекционеры. Ведь здесь каждый год продают качественный семенной материал. В этот раз у торговых павильонов настоящий ажиотаж. Очереди начинаются уже на улице. В этом году площадь для торговли с семенами увеличили, но из желающих приобрести картофель стало больше. Многие уносили отсюда полные мешки. Для пожилых организовали бесплатную доставку. Стараемся следить за новыми сортами. Мы решили купить сегодня жировинка, элитный сорт, средний-поздний, и новатор. Мы сегодня закупили уже 40 килограмм. Хотим 100, чтобы было. Каждый год эта выставка становится площадкой для обсуждения проблем. За круглыми столами собираются не только руководители, но и профессора вузов. Интерес к этому форуму растет. В этот раз участие в нем приняли более 70 организаций. Дмитрий Ковалев и Евгений Анисимов. Республика. Более подробно о некоторых экспонентах выставки мы расскажем сразу после информационного выпуска. К другим темам. В этом году Чебоксары стали пилотной площадкой для отработки лучших практик взаимодействия с инвесторами, определенными по итогам первого рейтинга регионов. Напомним, в 2014 Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов составило пробный рейтинг для 21 субъекта федерации. Для пилотного этапа рейтинга состояния инвестиционного климата было разработано 54 показателя, которые, в свою очередь, объединяются по четырем направлениям. Регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. По итогам проекта Агентство стратегических инициатив обобщило удачный опыт регионов-лидеров по всем направлениям. Утун-то и будет опробироваться в некоторых муниципальных образованиях, в том числе и в Чебоксарах. Напомним, с этого года участие в рейтинге инвестиционной привлекательности обязательно для всех регионов. И по мнению генерального директора Агентства стратегических инициатив Андрея Никитина, у Чуваши хорошие шансы. Чуваши, судя по всему, управляется достаточно неплохо. И мы видим, как довольно быстро был внедрен региональный стандарт улучшения инвест-климата. Мы видим, что инвесторы Чуваши интересуются. И, на мой взгляд, команда, команда губернатора, команда руководителя – это та сильная страна, которая есть в Чуваши. Обеспечение жильем многодетных семей и детей-сирот – одно из приоритетных направлений социальной политики. Причем количество квартир напрямую зависит от готовности регионов вкладываться. Средства из федерального бюджета выделяются только на условиях софинансирования. Понятно, что каждый рубль, направленный на эти цели, строго контролируется. В Чуваши за процессом строительства и за конечным результатом следят и Минстрои, и финансовые органы, и прокуратура. Новоселье в Чуваши празднуют часто. Строительный комплекс работает активно. И практически в каждом сдаваемом доме есть социальное жилье. Иногда попадаются целые дома, построенные для льготников. В Чуваши вплотную занялись этой проблемой в 2010 году. И за это время жилье получили более 1200 детей-сирот и 167 многодетных семей. За последние пять лет на строительство жилья для детей-сирот и многодетных семей направлено около полутора миллиардов рублей. Использование этих средств по назначению регулярно проверяется, как и сроки выполнения работы. За 2014 год Министерством строительства были направлены сведения в прокуратуру Чувашской республики для принятия мер прокурорского реагирования в отношении трех состройщиков, которые нарушили сроки выполнения работ по муниципальным контрактам. Первое – это у нас ООО «Стройкомплект» и «Бресси», где были заключены контракты на обеспечение жильем 11 детей-сирот. На сегодняшний день по решению суда эти контракты расторгнуты, а застройщик включен в реестр недобросовестных поставщиков. Второй застройщик – это у нас ЗАО «Кровля», Вурнарский район, где тоже был нарушен срок предоставления жилья для многодетной семьи. На сегодняшний день идет работа по принудительному взысканию средств с этого застройщика, ну, соответственно, и штрафных санкций, пений. Мы надеемся, что в 2015 году это жилье будет достроено. Ну и третий застройщик – это ООО «Ангел», Чебоксарский район. По итогам 2014 года этим застройщикам условия контракта были выполнены. Впрочем, такие случаи все-таки единичны. В подавляющем большинстве строители честно выполняют взятые на себя обязательства. Тем более, что для них это выгодно со всех точек зрения. Разговоры о том, что участие в социальных программах для застройщика обременительно, не совсем корректны. В муниципалитетах, в районах, цена, которая утверждена, конкурсная цена, построительная за квадратный метр в этим социальным программам, она устраивает всех застройщиков. То есть примерно цена, она не сильно отличается от коммерческой цены в районе. Поэтому все застройщики готовы участвовать в данных программах. И, соответственно, муниципалитеты и Министерство строительства спрашивают этих застройщиков по качеству. Более того, в связи с этим кризисом, я даже думаю, что дополнительный ажиотаж будет для участников в этой программе. Лучшее доказательство цифры. В 2014 году детям-сиротам и многодетным семьям было предоставлено 447 квартир. Своеобразный рекорд Чуваши. На 2015 запланировано 140 квартир. И на эти цели выделяется 203 миллиона рублей, из которых почти 170 миллионов за республиканского бюджета. Минстрой по-прежнему будет строго контролировать расходование средств по этой статье. Елена Гальперина, Рассель Мухаммедов, Республика. Награды нашли своих героев. Торжественное подведение итогов спортивного 2014 года состоялось сегодня во Дворце культуры имени Ухсая. Звезды чувашского спорта. Все те, кто сделал прошлый год насыщенным, интересными, напряженными состязаниями и впечатляющими победами, собрались в зале Дворца культуры. Спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо за ту работу, которую мы с вами провели в уходящем году, в предыдущие годы, которую выполняем сейчас. И я думаю, ту планку, которую мы из года в год поднимаем все выше и выше, она нам подвластна покорить любые высоты, потому что действительно у нас сплоченная команда, сплоченный коллектив, люди, высокие профессионалы и люди, которые действительно работают и служат спорту не за страх, а за совесть. Памятными призами и дипломами Минспорта Чувашии наградили победителей республиканских смотр-конкурсов «Лучший спортсмен» и «Лучший тренер Чувашии». Также специальным призом отметили победителей народного голосования «Лучший спортсмен года», проходившего в конце прошлого года на сайте Минспорта Чувашии. Я очень счастлива, что победила в этих номинациях, вышла в лидеры, эмоции сейчас приполняют меня. Я очень рада, что смогла этого достичь, добиться. Я готовилась очень долго, очень плодотворно, были какие-то неудачи, но наконец-то стала такая белая линия в моей жизни. Для Натальи Хлесткиной прошедший год стал особенным. В августе 2014-го спортсменка стала золотой медалисткой чемпионата России по тяжелой атлетике, а через пару месяцев установила рекорд и выиграла первенство Европы. Попасть в состав сборной России и съездить на чемпионат мира по тяжелой атлетике таковы планы на будущее у Натальи и ее тренера, который, кстати, также стал победителем республиканского конкурса «Лучший тренер». Тренерская работа – это не просто работа, это образ жизни у меня, поэтому я думаю, что и мои спортсмены разделяют эту мысль, и также со мной они двигаются и живут этим. И я считаю, что это здорово, когда есть такие спортсмены, не только тренеры, ведь один тренер ничего не сможет добиться сам, потому что так же и как спортсмен один не сможет ничего добиться, потому что здесь должен быть тандем обязательно. Если и тренер живет этим, и спортсмен живет, я думаю, что неизбежно будет результат. Памятные медали и грамоты президента России получили не только выдающиеся спортсмены и их тренеры, но и те, кто принимал участие в организации крупнейших спортивно-массовых мероприятий, прошедших в 2014 году в Чувашии и в России. Кстати, национальная телерадиокомпания Чувашии тоже получила свою медаль за организацию телетрансляций и серию репортажей, роликов и фильмов о празднике спорта. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика. Столица Чувашии привлекает инвесторов. Это позволяет чебоксарам решать основные социально-экономические задачи. Об этом сегодня шла речь на расширенном совещании по итогам года. Перед жителями отчитались глава города Леонид Черкесов и глава администрации столицы Алексей Ладыков. Годовой отчет пришли послушать все, кто неравнодушен, для кого важно, как будет развиваться наш город дальше. Все эти люди, независимо от должности и статуса, помогают столице строить ее настоящее и будущее. В 2014 году в развитие Чебоксара было инвестировано более 19 миллиардов рублей. Основные инвестпроекты реализовывались на основных промышленных предприятиях, где работает большая часть жителей. Это позволило стабилизировать ситуацию на рынке труда и сохранить уровень зарплаты для сотрудников, что немаловажно в сложившейся экономической ситуации. Среднемесячная зарплата по крупным организациям составила более 25 тысяч рублей. Часть проектов заработала в формате частного государственного партнерства, например, микрорайон Садовой, индустриальный парк, Ледовый дворец и другие. Важным событием 2014 года стало участие Чебоксар в международной инвестиционной выставке МИПИМ-2014. Портфель столицы республики был представлен шестью инвестиционными проектами в сфере строительства, туризма, отдыха и гостиничных услуг. В прошлом году уровень удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставления услуг вырос до 97%, что на 7% больше уровня 2013 года. Развивается малый и средний бизнес. В первом полугодии завершился первый этап строительства завода по производству жгутов кабелей для автомобилей. Открыт сервисный центр предприятия, где планируется производство турбокомпрессоров и автомобильных компонентов. В 2014 году предприятиями и организациями всех форм собственности города Чебоксара было создано более 2,5 тысяч новых рабочих мест с достойным уровнем зарплаты. Чебоксары – один из немногих городов Приволжского федерального округа, где ведется серьезная работа по благоустройству и развитию жилых кварталов. В 2014 году в Чебоксарах был скорректирован генеральный план, который определил стратегическое развитие столицы до 2035 года. В частности, значительно расширятся границы города. Прогнозная численность населения составит 550 тысяч человек. Кроме того, реализация генплана позволит вдохнуть новую жизнь в старые микрорайоны города за счет расселения жителей из ветхого и аварийного жилья и создания современной инфраструктуры. Активно строится 15 жилых микрорайонов. Все они полностью распланированы, включая автопарковки, детские игровые, спортивные площадки, зоны отдыха. Выполнен капитальный ремонт 30 многоквартирных домов на общую сумму 66 миллионов рублей. Большая работа проведена по решению проблемы обманутых дольщиков. Четыре дома, в которых люди уже справили новоселье, сданы. Еще два – в стадии строительства. Один из них будет построен в конце 2015 года. Во второй – люди заселятся в конце 2016. В 2014 году в рамках проекта партии «Единая Россия. Детские сады детям» построено и реконструировано пять детских садов. За 2014 год количество детей, посещающих детские сады, увеличилось почти на 4 тысячи человек. В Чебоксарах за последние три года было открыто 12 детских садов и создано более 10 тысяч новых мест для малышей. Чувашия стала одним из лидеров в стране по количеству созданных дополнительных мест в детских садах. О социальной ориентированности столичного бюджета и открытости власти говорил и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он также отметил слаженную работу депутатского корпуса и администрации столицы республики. За то, что 2014 год завершили успешно, я благодарю всех вас за ту работу. И полагаю на вас, прежде всего, и уверен абсолютно, что в текущем году, несмотря на те сложности, которые возникли, вы сработаете еще лучше. За четыре года удалось сделать многое, но еще больше предстоит. Среди основных приоритетов – вопросы расселения граждан из ветхого жилья, проведения капитального ремонта, обеспечения земельными участками многодетных семей. Они определены в ежегодном послании главы республики. Все социальные обязательства перед жителями Чебоксар будут выполнены в полном объеме. Сделать это можно только за счет повышения эффективности расходования бюджетных средств, создания привлекательных условий для инвестиций в экономику нашего города. Важно сохранить темпы роста строительства жилья. В первую очередь, за счет снижения процентов по ипотечным кредитам. Во-вторых, за счет снижения стоимости жилья. В конце 2015 года половина из всего строящегося жилья по цене за квадратный метр будет соответствовать эконом-классу. Этот год для Чебоксара был богатым и важным на события. Город готовится к празднованию 70-летия Великой Победы. А в июне у нас пройдет командный чемпионат Европы по легкой атлетике. И все мы будем с удовольствием болеть за нашу команду. А в осенью в очередной раз горожанам предстоит сделать свой ответственный выбор. Избрать главу Чебоксарской республики и сформировать городское собрание депутатов. Уважаемые друзья, сегодня у нас есть единая команда. Глава республики Михаил Васильевич Игнатьев, партия «Единая Россия», депутаты городского собрания. Нам доверять президент России Владимир Путин и абсолютное большинство наших жителей. Вместе мы сильны и способны решить все стоящие перед нами задачи. Спасибо за внимание. Масленица – один из самых любимых в народе праздников. Еще пару десятилетий назад, во время большой и малой масленицы, молодежь с песнями и плясками разъезжала на лошадях. Часть традиций сохранилась и сегодня. Игры и хороводы, сжигание чучела, посиделки с друзьями и близкими за чашкой чая и блинами. Сейчас масленица длится всего одну неделю вместо двух, как было принято в старину Чуваший. Для православных это третья неделя подготовки перед Великим постом. Нужно помнить, что это не только праздник гуляния и веселья. В нем, как и в каждом народном обычае, есть свой смысл. Вот в этом как раз заключается смысл масляной недели, когда мы ходим друг к другу в гости. И не просто так, чтобы погулять и повеселиться, а для того, чтобы попросить друг у друга прощения, простить друг друга, так как в Евангелии сказано, если вы будете сами прощать, то Господь простит вам. Пожалуй, самая вкусная традиция масленицы – это блины. В семье Сидоровых масленица – любимый праздник. Роза Николаевна с радостью готовит блины со сладуемостью и творогом. Гостей не зовет, они сами приходят. Во время больших праздников она вместе с жителями микрорайона Мирный также участвует в проведении гуляний и игр. Всю неделю, можно сказать, приходят зятевья, внуки, внучки, любят эти блины, это традиционно уже. К масленице готовятся, дома убираются, жители микрорайона участвуют очень сильно, поют, пляшут, в стороне никто не стоит. Для особо вкусных блинов Роза Николаевна готовит дрожжевое тесто. На литр воды два яйца, три стакана муки, одну чайную ложку соли, две столовые ложки сахара и две ложки подсолнечного масла. Блины получаются очень вкусными и не подгорают. Казалось бы, куда проще, но любая хозяйка знает, в каждом рецепте, особенно блинов, есть секретный ингредиент – душевное тепло. А уж сколько его добавлять – решайте сами. Анастасия Алангина, Россель Мухаммедов, Республика. В 40-х годах прошлого века наши бабушки и дедушки впервые устремили свои взоры в тогда еще черно-белый экран телевизора. С тех пор изменилось многое – от вида самой телевизионной коробки до качества сигнала. В начале 90-х годов прошлого века на смену так называемому аналоговому вещанию пришло цифровое. Сегодня широкой популярностью пользуется интернет-телевидение. Лидерство Ростелекома в этой отрасли бесспорно. Более 200 каналов в цифровом качестве, в том числе до 30 в формате HD. Возможность покупки киноновинок, сервис караоке и просмотра любых передач в записи. Преимущества интерактивного телевидения от Ростелеком уже успели оценить более 2,5 миллионов россиян. А в этом году к уже полюбившейся услуге добавили новый бонус – сервис Multiscreen. О его преимуществах сегодня говорили в режиме видеоконференции. Тоже это такое. Пользователь получает доселе беспрецедентный набор функционала, позволяющий сделать просмотр еще более индивидуальным. Теперь пользователь действительно не привязан ни к месту, ни к времени. Он может смотреть тот контент, который он хочет, в том месте, где он пожелает, и в то время, когда ему удобно. Таким образом, воспользовавшись сервисом Multiscreen, пользователь интерактивного телевидения может начать смотреть фильм по телевизору, продолжить смотреть его с планшета и досмотреть уже с ноутбука. Интерактивное ТВ с новым сервисом Multiscreen – это до пяти экранов вместо одного. Ноутбук, планшет, смарт-ТВ с удобной сквозной авторизацией. Начал смотреть на одном экране, продолжил на другом. Всего к Multiscreen можно подключить и до пяти устройств. К примеру, девайсы всех членов семьи. Допустим, я хочу посмотреть телеканал «Россия-24». Я его ставлю на паузу. То есть вот стоит пауза. И иду куда-нибудь с планшетом. На Забаве, то есть вот у меня контент, который синхронизировался. Соответственно, я, например, смотрю на Забаве НТВ. То есть вот сейчас идет НТВ. Я перестал смотреть НТВ. И хочу посмотреть «Россия-24». Подгружаю «Россия-24». Он меня спрашивает продолжить с момента. Я говорю продолжить. И смотрю с этого же момента, на котором мы, соответственно, остановили. Воспользоваться данным сервисом может любой интернет-пользователь. А не только абонент Ростелекома. Даже если дома нет интерактивного ТВ, с помощью портала и приложений «Забава» для планшетов и смарт-ТВ любой сможет приручить телевидение. Дарина Игнатьева, Андрей Шоколев, Республика. Тем, кто в очередной раз задумался, какие же подарки сделать родным и близким на приближающиеся праздники, «Каменная сказка» предлагает эксклюзивное ювелирное изделие. Различные самоцветы, обрамленные в золото, серебро и другие металлы жители Чебоксар могут приобрести уже сегодня. Но стоит поторопиться. Выставка работает в столице до 23 февраля. Картинки с выставок далее. А я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Невероятное обилие различных камней поражает посетителей. Малахит, янтарь, горный камень, жемчуг и еще много природных минералов, причем огранка и отделка каждого неповторима. Тренд сезона – использование бисера. Работы авторские, они выполнены вручную. Тут бисероплетение с натуральными камнями. Это в основном у нас на стоечках лежат. Но в этот раз мы еще привезли к весне, к 8 марта, для милых дам и девушек, для волос, разные заколки, которые тоже сделаны вручную и при помощи маленьких, аккуратных ленточек. Каждый год экспозиция каменной сказки расширяется. На этот раз организаторы привезли иконы на обсидиане. Все они уже освещены. Рядом талисманы и обереги. На счастье, материальное благополучие, исполнение желаний. Из нового мы привезли камни в коже и аммониты в коже. Аммониты – это головоногие моллюски, которые жили много лет назад, миллионы лет назад, вместе с динозаврами и вымерли одновременно с ними. Содержат массу информации. Наша художница из Иркутска делает эти прекрасные вещи в кожу. На отдельном стенде изделия из янтаря, кольца, браслеты, ожерелья и броши. Внимание посетителей привлекают и такие удивительные камни, как змеевик и малахит. Это камень, который очень известен. И всегда его использовали именно как оберегающий и защищающий. Малахит – это камень, который исполняет желания. Это камень, который помогает приумножить нажитое и приумножить желаемое. Музыкальное сопровождение только подчеркнуло необычность выставки. Вот это индийская флейта, парадольная. Вот это называется варган, если по-русски. По-чувашски называется копас. И это далеко не все этнические инструменты, представленные на стенде Сергея Климова. Большой интерес вызывает и тибетская поющая чаша, с помощью которой можно очистить энергетически воду и даже пространство. Выставочный зал расположен по адресу Президентский бульвар, дом 1, корпус 15 в Центре современного искусства. Причем всех, кто приобрел билет, ждет подарок. Что посеешь, то и пожнешь. Сложно проследить, когда в русском языке появилась эта пословица. Наши предки всегда знали, на хороший урожай можно надеяться только в том случае, если есть хорошие семена. Именно поэтому они оставили потомкам завет, опять же, в виде присказки. Лучше голодай, да добрым семенем засевай. Именно поэтому одним из приоритетных направлений развития агропрома, которое будет особо поддерживаться Минсельхозом России, является семеноводство. Для всех, кто заботится о будущем урожае, на выставке «Картофель-2015» представлена возможность познакомиться с продукцией перевозкой семеноводческой станции. Основанная в год Великой Победы, это предприятие уже 70 лет удерживает лидерские позиции поставщика семян многолетних трав, кормовых, технических и зерновых культур в Волговятском регионе. Например, актуальную нынче кукурузу аграрии Чуваши, Нижегородской, Ивановской, Владимирской областей предпочитают закупать у перевозких семеноводов. Кроме того, компания представляет в регионе немецкую фирму КВС, датскую ДЛФ, американскую Пионер, а также компанию ЭКОС, специализирующуюся на инновационных препаратах для выращивания любых сельскохозяйственных, декоративных, цветочных и лесных культур. Я думаю, порядка 50 сортов будет, плюс еще по некоторым сортам, если брать в расчет травы, то здесь еще репродукции участвуют. Это элита, суперэлита, первая и вторая репродукция. Очень широкий набор различных сельхозкультур. В этом году очень популярна стала такая культура, как люпин белый, который называют северной соей. Сейчас в кормлении сельскохозяйственных животных уже занимает достаточно большое место для того, чтобы получать высокие надои хорошего качественного молока. Перевозская семеноводческая станция лауреат многих премий в области сельского хозяйства и бизнеса. Эти награды фирма получила за вклад в завтрашний день. Именно так можно назвать работу семеноводов. Ну а всем сеятелям стоит еще раз напомнить народную примету зерно сортовое, урожай вдвое. За последние 50 лет, уверяют ученые, содержание полезных веществ в продуктах питания снизилось, а некоторые микроэлементы в потребляемой пище попросту отсутствуют. Сейчас все больше возникает необходимость в минеральных удобрениях. На выставке «Картофель-2015» свои препараты презентовало и научно-производственное объединение биотехнологии. Вот такое средство «Абсолют» производят на основе экстракта из гумуса. Название говорит само за себя. Препарат подходит для всех видов растительных культур. Это может быть картофель, это могут быть бобы, это может быть пшеница, это могут быть даже обычные цветы. Среднестатистический прирост в плодородности у нас составляет от 30 до 43% при правильном применении нашего препарата. Препарат помогает увеличить длину корневой системы, размер листьев, количество плодов, а также ускорить рост стебля. Наш препарат достаточно молодой, пока продается, ну, скажем так, не везде. Всего мы испытываем его около пяти лет, и результаты достаточно внушительные. Стоимость нашего препарата составляет 250 рублей за один литр концентрата. Разводится он 1,2 в 100. То есть на 5 литров нашего препарата вы можете получить тысячу литров технического раствора. То есть фактически за 250 рублей у вас получается обработанными 5 гектаров земли. Сейчас препарат реализуют в северо-западном, южном и центральном округах. Но количество заказчиков уже в ближайшее время может увеличиться в разы. Эффективность препарата аграрии оценили по достоинству. Дмитрий Ковалев, Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика. Более 70 компаний представили свою продукцию на межрегиональной выставке «Картофель-2015». Селекционное достижение в картофельной индустрии продемонстрировала агрофирма «Сонары», которая занимает одну из лидирующих позиций не только в родном Бурнарском районе, но и во всей республике. Качественные сорта, большой опыт работы и новые технические решения в сфере хранения картофеля. Все это агрофирма «Сонары», которая прочно укрепилась на сельскохозяйственном рынке с 2001 года. В последнее время цены на картофель поднялись. Конечно, интерес у крещен тоже поднимается. В этом году, наверняка, мы увеличим больше картофеля. Мы используем семена германской селекции, немецкой селекции, то есть также голландской, но и нашей. У нас есть такой интересный, очень хороший сорт, московский, 56. Он чем интересен? Норма выше, во-первых, 150 килограммов на гектар пускаем. Это значит 3,5-4 миллиона схожих семян. Экономия семян идет почти на 100 килограммов. Вот чудо и затрат меньше, но также он всегда урожайный. Помимо чудо семян, получению хорошего урожая способствует и техническое решение директора агрокомплекса. В 2013 году на предприятии появилось второе овощехранилище. Таким образом, общая вместимость составила 4000 тонн. Урожайность возросла в разы. Ежегодно компания «Санара» расширяет свою клиентскую базу. Михаил Игнатьев пожелал предприятию искать новых покупателей, в первую очередь в родной Чувашии. В республике собираются увеличить посевные площади под картофель. И новый посевной материал будет очень кстати. Дарина Игнатьева, Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов. Республика. Агроинвест. Крупнейшее предприятие в регионе по продаже запасных частей к автомобилям, тракторам, комбайнам и сельхозмашинам. Ранее компания занималась лишь оптовыми продажами. Сегодня приобрести необходимые детали к своей технике можно и в розницу. Компания является официальным дилером более 30 производителей. Это предоставляет всем желающим возможность покупать товар из первых рук по низкой цене. Работа непосредственно с производителями позволила наладить обширную и стабильную клиентскую сеть и занять значительную долю рынка сбыта запасных частей. География продаж включает не только предприятия Чувашии и России, но и страны СНГ, Восточной Европы и Азии. Мы являемся прямыми поставщиками тракторов, сельхозтехники, таких крупных заводов, как Минский тракторный завод, Минский моторный завод, Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов, Сморгонский завод, Сморгонский агрегатный завод. Агроинвест предлагает сервисное обслуживание не только во время гарантии. Продлив договор, вы сможете обратиться в компанию, и ремонтная бригада выйдет к вам на место. Филиалы компании представлены в Чебоксарах на Канарском шоссе 5 и Ишлейском проезде 13, а также в Алатарьском, Канарском и Янтиковском районах. Сегодня здесь презентуем мы хлебозерноприемный сушильный комплекс. Это производство Белорусской республики фирмы «Амкадор». Завод изготавливает различные сушильные комплексы в зависимости от потребностей покупателя. От малых хозяйств до крупных промышленных масштабов. В ближайшее время компания «Агроинвест» планирует открыть выставку продажи своей продукции в дилерском центре на Канарском шоссе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова